Здравствуйте, друзья! Ну что, все, что сегодня было обо мне сказано, это еще только маленькая часть, о которой я все время о себе говорю. Я очень люблю говорить с молодыми ребятами, которые присутствуют в зале, потому что я очень люблю фразу «Мы живем в 21 веке». Я обожаю эту фразу. 21 век – это век персонального бренда. Сейчас с развитием информационных технологий, с развитием различных информационных инструментов мы с вами все чаще сталкиваемся о том, что наш личный бренд является очень огромным, большим показателем для формирования нашей личности среди вашей целевой аудитории. Это очень круто, что когда вы приходите в институт, когда вы приходите в школу, к родителям, к друзьям, встречаетесь на, как Юля говорила, встречаетесь на мусорках или еще где-то, вокруг вас всегда есть люди. Вокруг вас всегда есть люди, и вы уже являетесь публичной личностью. Запомните самое главное для себя. Вы есть публичная личность. Потому что когда сегодня вы смотрите интернет, читаете в инстаграме различные посты, смотрите ютубы, и я думаю, что уже из каждого холодильника, из каждого утюга идет эта фраза «личный бренд». А на самом деле что же это такое? При формировании личного бренда всегда я хотел бы, чтобы вы помнили о том, что вы сами – самый лучший рассказчик. Никто лучше вас никогда не расскажет о вас. Никто лучше вас никогда не расскажет и не дадесет мысль, которую вы хотите транслировать людям. Никто лучше вас не продаст ваш продукт, вашу услугу, ваш товар. И может быть я говорю сейчас какие-то бизнесовые фразочки, но я бы хотел применить их на ваши инстаграм-аккаунты, на ваши блоги, на ваши влоги, которые вы записываете. Есть? Да? Отлично. Вы – публичная личность. Запомните это. Потому что когда вы разговариваете со своими друзьями, когда вы разговариваете с родителями, у вас всегда есть свое личное мнение. Насколько оно, это мнение, авторитетно, это уже будет зависеть от того, как вы стараетесь развивать свой личный бренд, стараетесь развивать себя. Потому что самое главное правило в формировании личного бренда – это быть экспертом. А эксперт – это не человек, который прочитал курс по SMM или посмотрел в YouTube курс Нестеренки, пришел к своим друзьям и начал транслировать это. Экспертность – это когда ваше знание плюс ваш опыт дает вам вот это, ну, наверное, звание эксперта. Экспертность бывает слишком большой. Опять же повторюсь, в современном мире люди стараются быть экспертами во всем. Выберите, пожалуйста, всегда себе какую-то конкретную нишу. Будьте экспертом в узкой специализации. И когда вы станете авторитетом, когда ваше экспертное мнение станет авторитетным, все остальное начнет нарастать. Вы, не знаю, эксперт в приготовлении пирожных. Вы эксперт в… Мне так понравилось сильно выступление. Вы эксперт в том, как лазить по помойкам. Это же круто. Там можно найти очень много классных, интересных вещей. И когда вы станете экспертом в какой-то определенной отдельной нише, все остальное начнет потихонечку нарастать, да, как мышцы на кости. Это происходит, ну, наверное, происходит автоматически. Потому что когда вы начинаете изучать, читать, общаться, разговаривать, то вы потребляете очень много информации извне. Вы очень много потребляете информации от людей, которые общаются вокруг вас, которые находятся вокруг нас. Но не забывайте то самое главное правило. Всегда будьте собой. Потому что на сегодняшний день мы видим с вами очень много людей, которые надевают на себя кучу масок. Я думаю, что каждый из вас эти маски читает. Вы не психолог, вы не эксперт в психологии, вы не психотерапевт, но вы человек. И вы чувствуете какую-то определенную энергетику, вы чувствуете, как человек говорит, что человек вещает. И вы, наверное, скорее всего чувствуете о том, что правду он говорит или нет. И это очень важно. Поэтому самое главное правило, которое я говорю при формировании вашего личного бренда, всегда оставайтесь с собой. И поверьте, поковырявшись у себя внутри, вы найдете очень много чего интересного, потому что экспертом можно быть, опять же повторюсь, абсолютно во всем. При формировании персонального бренда всегда стоит обращать внимание на свой имидж, на свою внешнюю оболочку. Вкладывайте в себя. Но прошу вас запомнить, что выглядеть стильно – это не значит дорого. Потому что очень много сейчас, разная куча информации, крутых картинок в инстаграме, когда все там что-то одевают какие-то, одевают людей в какие-то там непонятные бренды, люди пытаются надеть на себя какие-то, в Дольче Габбаны покупать фейки и все прочее. Ребят, я стою перед вами сейчас, и две вещи на мне – это масс-маркет. Поэтому, когда вы формируете свой внешний вид, не заморачивайтесь на том, что вам должно выглядеть дорого. Все знакомы с фразой «дорого-богато». И это на сегодняшний день является таким маленьким анекдотом. Потому что, когда ваша внешность соответствует с вашей внутренней концепцией, тогда у вас начинается все гармонично. Тогда вы находитесь в своей личной гармонии. И, наверное, это будет круто, когда вы, рассказывая про стиль, будете выглядеть хотя бы аккуратно. Но это будет очень некруто, когда вы разговариваете и объясняете своей подружке, что нужно сейчас надеть, как пойти на вечеринку. При этом будете ставить в грязных кроссовках или, ну, я не знаю, в спортивных трениках. Поэтому большое внимание уделяйте, пожалуйста, своей внешности, своему имиджу. Имидж и стиль – это очень разные понятия. Их очень часто путают. Поэтому при формировании своего публичного бренда, своего личного бренда, старайтесь всегда формировать свой имидж. Имидж – это ваша внешняя оболочка и ваше внутреннее состояние, плюс ваша экспертность, ваш опыт, ваши знания. И ваш опыт и ваши знания ни в коем случае не влияют на ваш возраст. Вы в свои 18, свои 17 лет действительно можете быть экспертом. Если вы, начиная с 12 лет, увлекаетесь какой-то определенной тематикой, читаете, изучаете, практикуете это, то к своим 18 годам вы можете быть на самом деле очень крутым экспертом. Всегда себя продвигайте. Сейчас я сталкиваюсь с очень большой проблемой. Молодежь всегда постоянно сидит в интернете. И зачастую все очень часто обращают внимание только на маленькие инструменты, такие как Инстаграм, например. Но мы всегда с вами забываем о том, что продвижение – это не только интернет. Нужно выходить в люди, нужно посещать конференции, нужно приходить на мероприятия, нужно ходить на вечеринки, общаться, тусоваться. Но опять же выбирать ту самую маленькую, узкую специализацию и выбрать себе хотя бы три направления, где вы будете продвигаться. Если вы транслируете о каких-то историях молодежной жизни, вы ходите на вечеринки. Если вы транслируете людям о том, что вы эксперт в какой-то определенной образовательной деятельности, ходите на конференции, на подобные мероприятия, выбирайте стиль своего продвижения. Общайтесь, знакомьтесь, поставьте себе четкую задачу, что в этом месяце я должна или я должен познакомиться с 20 новыми людьми. Это тот самый минимум, когда вы, общаясь с людьми, получаете от них неимоверное количество информации. Вы выявляете их боли. Вы выявляете более своей цельевой аудиторией. Правильный личный бренд. Это когда вас начинают рекомендовать. Когда вы что-то рассказываете, когда вы что-то говорите, и подружка в кафе своей подружки рассказывает, слушай, я вчера узнал такую классную историю, и я услышал это от этого человека. Вот это самое главное показатель. Если вас рекомендуют, значит у вас все правильно. Значит вы очень правильно создали свой личный бренд, свой персональный бренд. Всегда подумайте. Ставьте себя на место человека, который бы вы хотели увидеть в качестве своей цельевой аудитории. Поставьте себя на его место и попробуйте представить, какой образ у этого человека возникает в голове, когда он слышит вашу фамилию, слышит ваше имя. Какие ассоциации вы хотите, чтобы у людей возникали, когда они говорят о вас, или когда они произносят вашу фамилию, или когда кто-то где-то сказал ваше имя или вашу фамилию. Какие у людей возникают ассоциации. Самых два главных понятия личного бренда – это репутация и охват. Репутация – это самое главное. С самого первого дня, когда вы захотели сформировать свой личный бренд, когда вы захотели стать экспертом, всегда помните, что репутацию очень сложно исправить. Репутация формируется годами, портится за секунды. Репутация – это когда у вас складывается та самая гармоничная история вашего внешнего и вашего внутреннего, вашей экспертности, вашего опыта. И вы тогда можете выходить в свет, вы можете выходить на любую конференцию, вы можете разговаривать в курилке. И любое ваше слово, произнесенное вами вовне, начнет быть авторитетным. Это может быть не только мнение, это может быть просто брошенная интересная фраза. Смотрите, какая происходит история с репутацией, с внешним видом и с экспертностью. Когда вы слышите, не знаю, фамилию Анатолия Вассермана, у вас возникает образ какой-то определенный? Согласны? Когда вы слышите Ксения Собчак, вы четко понимаете, какой образ, какие ассоциации у вас вызывает этот человек. Или Настя Ивлеева. Все понимают сразу прекрасно и представляют эту бешеную, обезбашенную девчонку. Поэтому свою репутацию вы формируете сами. Но я здесь бы сделал маленькую оговорку. Репутация может быть как положительной, так и отрицательной. И отрицательная репутация это не есть плохо. Если вы выбрали определенную четкую концепцию сделать свою репутацию плохиша или Насте Ивлеевой, блин, ну почему нет? Бомбите, идите до конца, рубите с плеча. И я вот сегодня ехал сюда на конференцию, мне почему-то всплыл образ вот этой плохой репутации рэпера нашего гнойного. У чувака репутация была на самом деле очень отвратительная. Но это очень грамотная, классная, выстроенная концепция личного бренда. Насколько он был плохим, насколько он заворачивал всех, оскорблял, матерился, читал всякие непристойные вещи. И насколько сейчас, по истечении какого-то определенного промежутка времени, по-моему, там год или два, сейчас люди, которые говорят про него, говорят о том, что это очень образованный, очень культурный и очень начитанный парень. Поэтому представьте, насколько была выстроена концепция личного бренда у человека от отвратительной репутации до хорошего, классного, начитанного и образованного человека. И в конце подвести хочу итоги. Есть золотые правила. Как любят говорить сейчас мои коллеги, я сейчас очень часто встречаюсь с разными сетевиками. Мы разрабатываем для них школы и программы. Есть велосипед. Его придумывать заново не нужно. Есть четкие стабильные правила, по которым вы начинаете действовать. Потом вы, как эксперт, как личность, начинаете уже потихонечку что-то домышлять, доделывать, допридумывать, потому что что? Вы уже эксперт. Вы создали свое я, вы создали некий свой личный бренд, персональный бренд, и вы уже имеете полное право накидывать, накладывать и развивать некую какую-то свою мысль, историю, экспертность, профессионализм и так далее. Жесткие правила. Будьте, оставайтесь всегда собой. Делайте то, что вам нравится. Никогда не лезьте в те ниши, которые вам не приносят удовольствия. Вы никогда не станете там экспертом. Я думаю, что вы, опять же, я повторюсь, откачусь назад, вы очень много часто сталкиваетесь с людьми, которые говорят о том, чего на самом деле знают очень поверхностно. И кайфуйте от того, что вы делаете. Самое главное всегда – это кайф. Знаете, у нас в маркетинге есть такое очень классное понятие, когда мы продаем эмоции. Вы продаете не шугаринг, а вы продаете красивые ноги. Вы продаете не зажимы для сосков, а вы продаете оргазм. Вот, в принципе, и все. Будьте активными. Будьте активными в оффлайн жизни. Про онлайн жизнь вашу я даже не буду говорить. Вы все молодые ребята. Вы сидите в Инстаграме, сидите в Ютубе. У вас все с этим очень круто. Но не забывайте, пожалуйста, про оффлайн. Ходите, знакомьтесь. У вас сейчас сидит достаточно большое количество человек, если вы выйдете из этого зала и не познакомитесь, не пообщаетесь хотя бы с 10 новыми людьми, блин, вы вообще зря сюда пришли. Следите за своей репутацией. Общайтесь, знакомьтесь, развивайтесь, совершенствуйте и постоянно спрашивайте. Постоянно спрашивайте у людей их мнение, постоянно задавайте им вопросы, потому что вы выявляете целевой аудиторией их боли. И самое крутое, если вы станете тем самым доктором, экспертом, который решит любые их проблемы. Спасибо. 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 Спасибо.